Добрый день, уважаемые гости, коллеги! Мы приветствуем вас в пресс-центре российского агентства международной информации РИА Новости. Начинаем пресс-конференцию. И тема нашей встречи – готовы ли крупнейшие китайские инвесторы работать в России? Наше мероприятие приворочит к визиту руководителей крупнейших частных бизнес-корпораций Китая в России. Это Далян Ванда Групп и Чайна Ущену Вай Холдинг Групп. В программу их пребывания входило посещение Иркутской области, Северного Кавказа, Москвы и Сочи и Олимпийских объектов Краснодарского края, а также встреча с руководством Ростуризма, руководителями регионов и другими официальными лицами, представителями российского бизнеса. В ходе нашей встречи мы планируем обсудить следующие вопросы. Развитие туристического инвестиционного потенциала между двумя странами, китайские инвестиции в российский туризм, частные интересы и общие выгоды. Реализация китайскими корпорациями инфраструктурных проектов в сфере российского туризма, а также их возможное участие в инвестиционных проектах в других отраслях России. Ассоциация «Мир без границ» и его бизнес-консультант China Life Consulting оказывает поддержку в установлении контактов и развитии диалога между российскими инициаторами проекта и китайскими корпорациями. Сотрудничество между Россией и Китаем расширяется во всех сферах, в том числе и в туристическом. В Москве китайские туристы находятся на втором месте, после немецкой, и по динамике скоро выйдут на первое место. Привлечение китайских партнеров к возведению объектов обеспечит, в том числе, более успешное продвижение российского туризма в Китае. Кстати, по договоренности глав наших государств, 2012 год официально объявлен годом российского туризма в Китае, а следующий, 2013 годом китайского туризма в России. О том, какие горизонты открываются в российских и китайских отношениях в сфере туризма, расскажет заместитель руководителя Федерального агентства в туризму Евгений Писаревский. Евгений Леонидович, просим вас начать нашу встречу, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас и наших коллег из Китайской Народной Республики на данной крест-конференции. Мы считаем, что данное мероприятие символично, не только потому, что здесь действительно присутствуют крупнейшие инвесторы китайских компаний, прежде всего потому, что год России и Китая, год Китая в России, определены в качестве приоритетных годов сотрудничества между нашими руководителями наших государств. И это является показателем, хорошим примером, не только для сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, но и для мирового сообщества в целом. Это уникальный опыт, когда туризм становится во главе главы международного сотрудничества, и он несет за собой развитие экономических, культурных и иных отношений. Это первое, что я хотел, чтобы обратить внимание. Второе. Динамичность сотрудничества подтверждается уверенным ростом международного туристского обмена между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В прошлом году 845 тысяч, более 845 тысяч китайских туристов побывало в Российской Федерации. Из них мы отмечаем серьезный рост по безвизам туристическому обмену. И в целом, как уже было сказано, второе место китайские граждане, китайские туристы занимают в Российской Федерации. В свою очередь, российские граждане посетили Китай, совершили более 2 миллионов 400 тысяч поездок. И это второе место фактически по выезду, в целом, по всем показателям выезда российских граждан за пределы Российской Федерации, что также очень важно. Третий момент, на который я хотел обратить внимание, это инвестиционное сотрудничество. Вы знаете, что во главе с полпредом президента Дальневосточной Федеральной МОКРА не существует рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству регионов Сибири и Дальнего Востока, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с Северо-Востоком Китая. В рамках данной рабочей группы там участвуют губернаторы Дальневосточных регионов и Восточно-Сибирских регионов России, руководители соответствующих органов исполнительной власти. И порядка 5-6 проектов находятся сейчас в работе, и 12 туристических проектов. В частности, вопросов Восточного Тольца России, Байкальской Гавни. И для нас для всех очевидно, что это настолько ничтожно мало по сравнению с потенциалом российско-кибайского сотрудничества, что органы власти, в том числе в лице Ростуизма, должны всячески оказывать содействие развитию этого сотрудничества. Я хотел бы отметить еще один важный фактор, благоприятные условия для развития сотрудничества, это то, что в целом руководство страны, Российской Федерации, говорит о создании единого евразийского, не только экономического, но и туристического пространства. Российская Федерация является тем местом, куда могут приезжать и только туристы с Европейского Союза, и в частности, президент уже говорил о едином экономическом пространстве, от Лиссабона до Владивостока, но мы говорим о едином туристическом пространстве. Но и граждане государства азиатско-тико-океанского экономического сотрудничества, стран АТС, и, конечно же, огромный потенциал туристического рынка представляет и вразийское пространство для китайских туристов. И этот аспект мы не можем не учитывать. Безвизовый обмен, допустим, перспективно с Европейским Союзом, а реально безвизовый обмен уже в туристической сфере с Китайской Народной Республики, это как раз тот самый вклад, который позволит гарантировать инвестиции в российскую туристическую индустрию, в том числе наших коллег со стороны Китайской Народной Республики. Что уже делается и что было сделано? Конечно же, визит российской делегации в обновь с Владиславом Юрьевичем Сурковым в марте месяце открытие года России в Китае, оно всколхнуло интерес к нашей стране. И вот этот визит наших коллег из крупнейших финансовых компаний Китая в Российскую Федерацию в поиске реальных проектов уже говорит о том, что это не просто наши отношения находятся на уровне переговоров, а речь идет о реальных проектах. Представители китайской делегации до сегодня рассматривают площадки на Северном Кавказе и в Москве. И мы их больше степени, конечно же, ориентируем на регионы России. Будут поездки в Оргутск, в другие регионы, потому что огромный, нераскрытый потенциал туризма, в том числе, я думаю, что более, наверное, заинтересованность, меньшее количество административных формальностей для инвесторов находится как раз в регионах российских регионах. Поэтому это очень тоже важно, и мы надеемся, что уже в ближайшее время появится все больше и больше проектов, которые будут не 5-6, а десятки, и объем инвестиций будет измеряться уже в сотнях миллиардов рублей или в соответствующих суммах американских доллара. Поэтому вот краткое выступление. Я готов передать слово также мне, коллегу, но впоследствии ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Леонидович. Я хотел спросить, китайские наши партнеры, они вообще понимают, да, им переводят? Нет, нет. Тем более, что сейчас мы передадим слово одному из наших гостей из Китая. Российские и китайские отношения имеют огромный потенциал развития. Наблюдается увеличение интереса бизнес-сообщества двух стран к развитию сотрудничества по различным направлениям. Все больше интереса у предприятий и компаний двух стран проявляется в налаживании инвестиционного сотрудничества. О том, интересно ли Россия китайским инвесторам, с какими трудностями они сталкиваются, о достигнутых договоренностях в ходе заканчивающегося визита по регионам России, расскажет вице-президент крупнейшей частной китайской бизнес-корпорации Далянь Кванда Групп Бо Хэ. Очень рада такой хорошей возможности, что я приехал в Москву, прекрасную Москву, прекрасную Россию, и имею сейчас возможность встречаться с моими друзьями из России. Я здесь представляю корпорацию Далянь Кванда Групп Бо Хэ. Я здесь представляю другую китайскую корпорацию Далянь Кванда Групп Бо Хэ. Мы две компании связаны с сотрудничествами. Наши предприятия связаны с очень давным сотрудничеством. Далянь Кванда Групп Бо Хэ. Наши предприятия связаны с российскими журналистами, я бы хотел рассказать вам о том, что Далянь Кванда Групп Бо Хэ. Также потом хотел бы попросить господина Сью рассказать немножко о корпорации Далянь Квангай. Далянь Кванда Групп Бо Хэ. Далянь Кванга На сегодняшний день наша корпорация на рынке недвижимости среди более чем 10 миллионов компаний занимает 4-й месяц. Самое главное направление строительства, в котором работают наши корпорации, это строительство торгового комплекса. На сегодняшний день мы имеем объекты более чем 80 градусов в Китае. Второе направление деятельности нашей компании это строительство отелей премиум класса, 5-звездочных или 6-звездочных. На сегодняшний день более 20 миллионов квадратных метров это строительство отелей, которые управляют корпорация Ванда. И она сейчас находится на 5-й месяц в мире по управлению отелей. На сегодняшний день все самые лучшие отели города Пекина, Шенчжэнь, Шанхай, отели премиум класса, в основном все масштабы, лежат корпорации Ванда. Третье направление деятельности нашей компании это строительство торговых площадей для розничных торговых. 7-й месяц. На сегодняшний день в Китае есть 70-ти большие торговые центры. и общая площадь тоже составляет 2 миллиона квадратных метров. Монтед数量以及營業面积, в общем,中国第一. Если брать по количеству площади, то наша корпорация по владению торговых центров находится на первом месте. 4-й месяц. Третье направление деятельности нашей компании связано со строительством кинотеатров. очень. Уowym, у нас есть 20-ти лучшего 100%-ти инвентарного центра. У нас есть 1-ти лучших торговых центров. У эффективность есть 1-ти лучших торговых центров. На сегодняшний день, если брать количество экранов, то это где-то тысяча. И на китайском рынке она, получается, контролирует 17% рынка кинотеатра. Как известно, наши китайские партнеры посетили регион Северного Кавказа. И вот об итогах этого визита расскажет директор Департамента международного сотрудничества ОАО «Курорты Северного Кавказа» Павел Ачикин. Пожалуйста, к вам всему. Спасибо большое. Я с удовольствием расскажу о поездке наших китайских друзей на Северный Кавказ. Как вы знаете, компания «Курорта Северного Кавказа» является партнером мероприятий, которые проводятся в рамках года российского туризма в Китае. И при открытии данных мероприятий участвовал два встреча, в том числе с компаниями «Вальда» и «Поникай». В результате этих встреч были достигнуты предварительной договоренности по посещению представительными делеганциями данных компаний объектов на Северном Кавказе. В течение прошедших нескольких дней делегации компании «Канхай» и «Вальда» посетили Северный Кавказ, а конкретно город Пахачкалу. Им были подемонстрированы институционные возможности данного дела. Была проведена довольно детальная презентация самого проекта, который реализуется у компании «Курорта Северного Кавказа», а также показаны объекты на Каспийском побережье. Мы считаем, что данный визит – это важный первый шаг в укреплении сотрудничества «Курорта Северного Кавказа» с данными компаниями. Мы выражаем благодарность нашим китайским коллегам за то, что они проявили интерес к нашему проекту и Каспийскому приближному кластеру. И выражаем надежду, что наше сотрудничество продолжится, и наши переговоры о развитии данного сотрудничества будут в активном разе. Спасибо большое. Спасибо. О своих впечатлениях о России, о возможностях развития туристического инвестиционного потенциала между Россией и Китаем, а также о том, готовы ли китайские инвесторы работать в России, расскажет ли вице-президент China Ocean White Holding Group Зе Цинь Ци. Это моя вторая поездка в Москву, и вторая поездка в Российскую Федерацию. Оба раза, которые вы приезжали в Россию, нашей целью было найти подходящий инвестиционный проект на территории Российской Федерации, чтобы сделать инвестиции. Но он говорит, что хотел бы использовать эту возможность, возможность вот этого посещения, не только для изучения, но и для получения новых, так сказать, польческих возможностей. В результате обоих наших посещений России стало то, что мы пришли к такому мнению, что с точки зрения строительства недвижимости на российской территории, с точки зрения объектов культурной инфраструктуры, мы считаем, что возможность инвестирования на российском рынке очень хорошая. Мы побывали в Сочи, побывали в Аркутске. И мы пришли к мнению, что в обоих этих городах есть хорошая возможность для инвестиций. И мы, примерно, достигли первоначального соглашения с органами местной власти этих городов, так сказать, сделали первый шаг в сторону инвестиций. Ну и, конечно, Москва, самый крупный городин из самых крупнейших городов Российской Федерации, с крупным большим населением и с большой площадью, тоже представляет для нас очень большое инвестиционное интерес. И мы совместно с Ростуизмом, совместно с правительством города Москвы, совместно с мэрией, надеемся в дальнейшем наладить сотрудничество, чтобы в дальнейшем получить возможность очень выгодного инвестирования в городе Москва. Очень надеюсь, что в ближайшее время будет найден подходящий инвестиционный проект, чтобы мы смогли сделать инвестицию и совместно с российскими партнерами начать строительство и развитие региона. Спасибо. В марте на встрече руководителей оргкомитетов по проведению годов туризма были согласованы основные направления совместной работы по росту взаимного туристического потока. В состав российского оргкомитета входит председатель управления некоммерческого партнерства «Мир без границ» Иван Веденский. Ну, кстати, ассоциация туроператоров «Мир без границ» главной целью вот этой компании является развитие въездного туризма в Российскую Федерацию. И вот сейчас Иван Владимирович расскажет о проделанной работе и о перспективах российско-китайского совершенничества. Я оказался единственным членом организационного комитета по проведению года российского, то есть в Китай и в гости государственного сектора. Там в самом ходе представитель инвестиций наших федеральных. И поэтому на меня лично, на нашу организацию в этом году есть большая работа как раз по китайскому направлению. И мы совместно с «Осттуризмом» и действительно при активном участии города Север-Кавказа, как сказал господин Чикен, осуществляем целый ряд мероприятий. Это был и форум, первый в истории российско-китайский форум туристический, который прошел в Пекине 24 марта, в Ульяновске с открытием года туризма. Это мероприятие, которое мы сейчас планируем к 5 июня. Это будет старт автопробега. Его нам тоже помогает делать компания «Курорция Кавказа». Это автопробег для журналистов российско-китайских, может вы знаете. По крайней мере, ее новости там участвуют наши сегодняшние хозяина площадки. Это мероприятия, которые будут на закрытии в Шанхай. В ноябре планируется закрытие года, и там мы планируем провести серьезный профессиональный бизнес-форум именно по экономике инвестиций в туризм. Также мы с Евгением Леонидовичем планируем в июне участие в межправительской подкомиссии по сотрудничественной финансовой сфере, которая будет проходить в Китае. Ее проводят в Китайском банке России и в Народном банке Китая. Там тоже есть блок вопросов, связанных с инвестициями. А также у нас есть вопросы финансовые, которыми мы занимаемся. Не только инвестиционные, там, например, страхование относится к финансовому блоку. Также мероприятия, связанные с реализацией межправительской программы развития сотрудничества Российской регионы Дальнего Востока, Китая и Китайской северо-восточной провинции, которые программу реализуют Минрегион и Государственный комитет по рекламу развития Питая. И мы там должны представить проект, который мы сейчас условно называем Большой Амур, то есть по развитию туризма на море. Я кратко еще хочу дополнить коллег, хотя это не относится напрямую ко мне. Мы просто не успели досказать китайских товарищей, что по их оценкам, вчера мы обменили сменениями, что первые проекты, которые они сейчас планируют реализовывать, во всех городах, в которых они побывали, они оценивают примерно 600 миллионов долларов и планируют в дальнейшем писать соответствующие документы и приступить к их реализации, а вообще, как первоначальная очередь, они оценивают свои инвестиции в российских городах до 2-3 миллиардов долларов. Мы с своей стороны оказываем поддержку в работе с регионами, с компаниями, поскольку мы не коммерческая организация, мы таким образом избегаем комплектных интересов и поскольку тема достаточно серьезная, мы работаем совместно с нашим бизнес-партнером компанией China Life Consulting, которая создана была недавно для развития проектов на российской территории совместно с китайской крупнейшей страхово-финансовой компанией China Life. Поэтому она специализируется на китайской тематике. Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, какие сложности, проблемы возникают на пути развития въездного туризма и на какое число туристов, в частности, из Китая, какое число туристов ожидается в следующем году, который объявлен годом Китая, в России? Ну, безусловно, вот как Евгений Леонидович сообщил, у нас положительная динамика наблюдается в последние годы и по русским туристам в Китае, и китайским в России. Я хочу отметить, что сопредседатель нашего комитета, на своей встрече наметили рост в ближайшие несколько лет взаимного потока до 5 миллионов в обе стороны. Причем я хочу заметить, что именно такая формировка, как рост суммарного потока, она действительно весьма корректная, потому что обычно те сложности, с которыми сталкиваются туристы, они общие и для российских, и для китайских. Например, вопросы пограничной, трансграничной инфраструктуры, вопросы транспортной доступности, комфортности, они симметричны и для русских, и для китайцев, а также в значительной степени визовые процедуры, косвистская политика. Поэтому если государство ставит свои задачи именно совместно понимать суммарный поток, то я считаю, это действительно очень правильный государственный поток. Спасибо большое. Мы тогда приступаем к следующей вопросе. Я хотел бы еще статистику свежую по первому кварталу. Мы отмечаем 25-процентный рост по сравнению с прошлым годом китайских туристов, которые уезжают в Российскую Федерацию. Второе, что у нас очень важно с точки зрения, для понимания наших китайских партнеров, в целом нашей российской индустрии, что идет активная реализация, активная стадия реализации федеральной целевой программы развития туризма до 2018 года. И наполнение этих проектов, которые сейчас разрабатываются в регионах, в том числе международными стандартами, создание, модернизация современных объектов туристской индустрии, обеспечение качества и безопасности таких объектов, я думаю, что это очень важное направление сотрудничества между предприятиями России и Китая. Спасибо.